Вместо загородного пейзажа – горы покрышек, пластика и строительного мусора. С 2018 года местным жителям нет покоя от предприимчивого соседа. Со слов местных жителей, 40-летний мужчина начал захламлять участок, привозя различный мусор со всего города. Сортировал его, закапывал в землю, сжигал. Затем, как говорят люди, решил зарабатывать на этом деньги. Он разместил объявление о том, что открылся новый полигон с выгодными тарифами. Отбоя от клиентов не было. За что денежки? За привоз мусора. Вы подтверждаете это, да? У нас пошли с нескончаемым потоком все газели. Со строительным, с мусором, с мебелью старой, высокого класса опасности начали свозить мусор. Ущерб нанесен, конечно, колоссально этим землям. И мы уже забили тревогу, что люди уже доведены до отчаяния, что чем это закончится уже непонятно. Жители соседних домов всерьез опасаются за свое здоровье. На участке хранятся газовые баллоны, покрышки, аккумуляторы. Мусор сосед периодически сжигал и устраивал пожары. Опасные вещества после такой деятельности попадают в землю и могут загрязнять воду в питьевых колодцах. Он на замечания не реагировал, постоянно сжигал. После этого он, конечно, тут кричал, что я в бочке жгу. Но фото-видео фиксация была, то есть как бы есть, где он сжег просто открытым огнем. Когда нарушают все нормы вокруг деревьев, вокруг постройки. Если эти ангары его назагорятся, соответственно, ближайшие три участка спокойно можно было достать, если бы не приезжали вовремя пожарные. На место выезжали сотрудники администрации Череповецкого района. После визита специалистов было возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе визуального осмотра территории общего пользования установлена несанкционированная свалка отходов 1-5 класса опасности. Нарушитель – это житель города Череповца, не являющийся членом садоводства. Данный гражданин приглашен 22 ноября в отдел экологического контроля для предоставления объяснений по существу правонарушения для дальнейшего направления в суд и для вынесения решений. Материалы также переданы в органы Росприроднадзора, а после вынесения судебного решения будут направлены в Череповецкую межрайонную природоохранную прокуратуру. Алена Колчина, Анатолий Холин, Новости.